здравствуйте друзья очень просили побольше вам рассказывать про различные строительные лохотроны типа оконных клапанов или про компаний в которой категорически не стоит обращаться и сегодня я вам расскажу как раз про одну из таких компаний эта компания называется линели и позиционирует себя как фабрика по производству мебели я же процитирую мы являемся производителями корпусной мебели на заказ кухне шкафы купе гардеробной гостиной детские изготовим мебель для различных жилых зон по индивидуальному проекту меня зовут юлия мы заказали шкафы фирмы линели заказали у них два шкафа один шкаф встроенный купе который у меня за спиной и один шкаф отдельно стоящий из лдсп без стеклянных дверей на балконе компания позиционирует свои преимущества следующим образом мебели кухни напрямую от производителя вы не переплачиваете посредникам первые опасения у меня возникли момент доставки так как у меня был опыт уже как бы заказа кухни да и мне приходило приходили коробочки с подписями там за штрих-кодами и распечатка с перечнем какая коробочка и в какой коробочке какой элемент от кухни лежит а когда мне принесли 10 коробок без опознавательных знаков скажем так без без сопроводительной документации но у меня уже возникла глина как это что жесткий контроль качества продукции вы получаете долговечную мебель если честно когда я приехал и начал смотреть шкафы я офигел потому что я ожидал что я приеду приму шкафы наконец-то загружу туда всю одежду и уберу коробки до которые у меня стоят с одеждой а вам приехали и смотрю у меня все не доделано криво косо на дверях присутствует надпись черным маркером написано зов какое отношение я знаю что есть такая фабрика мебели зов какое отношение фабрика мебели зов имеет клинели я не знаю каждый проект ведет профессиональный дизайнер вы получаете красоту и функциональность на образцах но как бы выставочных на образцов практически не было был один черный шкаф на котором ничего не понятно то есть мы не могли себе представить что мы получим то есть по факту линели продает кота в мешке то есть какой вы получите шкаф вы узнаете только кто после того как его соберут и будет ли он отвечать вашим ожиданиям либо нет никто вам заранее скажет комплексная гарантия на все изделия работы вам не приходится собирать качество по частям на светлые стенки черное пятно которое не отмывается дай мне говорят дорогой отдай денег возьми тряпку и иди помой еще света свой шкаф читаем дальше наша мебель изготавливается на собственном производстве оборудованным по последнему слову техники наши изделия по-настоящему качественные надежные и долговечные первое что я увидел это то что направляющий для дверей короче чем нужно сборка выполняется профессиональными мастерами после сборки у меня появились вопросы на что на что мне сборщик сказал что он не директор и не менеджер обращайтесь директор искала ну хорошо давайте напишем тогда дефектовку и пока я отошел в другую комнату жена его спросила что с вами можно о чем-то разговаривать он сказал нет но и он ушел собственно на этом закончилось общение со сборщиками конечно это испортило сразу мое ощущение от сборки от качества но высказать мне уже был некому потому что сборщики убежали благодаря продуманным инженерным и дизайнерским решением наша мебель позволит использовать пространство по максимуму идеально впишется ваш интерьер получилось так что зазор здесь сантиметр и здесь сантиметр собственно у меня получилась такая вот лесенка выпускаемая мебель проходит обязательную сертификацию вот на этой двери присутствуют мелкие такие царапинки как будто ее возили по там верстаку я не знаю почему то но вот они есть ну как бы я хочу получить шкаф без царапин я хочу самого царапать я не хочу чтобы не его уже поцарапали кроме этого мы предоставляем гарантию на все изделия и проведенные работы начинаем у задавать вопросов а мне говорят что а я собирал по разметке завода я ничего сам не делал я только вот шурупов вкрутил и все даже сразу видно что ну как даже я даже если стены кривые это нужно какие иметь руки чтобы две полки сделать вот так вот криво и их пытаться сдать заказчику самое главное что линели пишет о своем производстве наше производство оснащено самым современным оборудованием способным обрабатывать детали с высокой точностью без брака в виде сколов и царапин микросколы присутствует на многих поверхностях вот на что нам также в письме потом представитель фирмы указал что это все оказывается допустимо для кого это допустимо я не знаю для меня это недопустимо конкретно по фактам первое что возмутило заказчиков больше всего это вот это направляющий который короче на целых 10 сантиметров при этом сами сборщики это признали написали это собственными руками в дефектовке но при этом по какой-то хрен или все-таки поставили для чего они это сделали только одним им известно может быть думали что это прокате у меня первый вопрос который я конечно ей не задала но у меня в голове появился зачем было это устанавливать если потом все это снимать мы шкафом все равно пользоваться не смогли бы не стали бы почему потому что я не знаю либо из-за направляющих либо само по себе качество но дверцы все створки болтаются как сопли это позиционируется как мебель хорошего качества как мебель высокого класса как мебель изготовлены на заводском высококачественном оборудовании изделия высокой точности мотива посмотрите как она работает чуть резче и и тянешь или все перекажет смотрите на ее верхнюю часть как она продвижение играет и танцует это называется высокоточная мебель сделанную высококачественному бороду еще раз повторюсь у нас до этого был шкаф купе никаких проблем с этим не было двери ездили никуда не шатались 2 правильные линии по большому счету должны быть но это видно по по створке что все криво дальше я удивился когда увидел на светло в этих досках да вот такие вот железные уголки которые я использую для крепления железного стеллажа в гараже вот такие вот дешевые железные уголки закручены разными саморезами желтый белые все саморезы сорваны шуруповерт дальше у меня появились вопросы первое заметил это непонятные темные пятна на фасадах показываю берем дефектовку от компании линели показывать сколько клея оставили на шкафу вот смотрите она берет и прилипает то есть там все в клею вот в таких вот черных пятнах весь шкаф вот например темный темное пятно какие-то черные точки нам посоветовал сборщик все это отмыть мыльным раствором или если не поможет попытаться смыть спиртом ацетоном прочими едкими растворителями конечно для меня это нонсен что я должна тут что-то во-первых отмывать во-вторых такими вещами мало ли я от мою и она отойдет но останется какой-то либо расплывчатый черное пятно от этого маркера либо вообще у меня двери испорти к мы потом претензии предъявлять буду и вопрос конечно остается причем тут зов особый шедевр это вот эти вот три ящика ни один из этих трех ящиков не попадают в другой не по плоскости не по высоте не по своему наклону вот этот выступает вот сюда вот на несколько миллиметров вот здесь вот этот выступает над ним на несколько миллиметров 4 миллиметра 3 миллиметра 2 миллиметра вот такая вот лесенка теперь качество стыков то есть еще раз повторюсь это позиционируется как высокоточная хорошая качественная мебель все все элементы шкаф установлены неровно то есть есть какие-то зазоры выделяющиеся углы вот как здесь например смотрите как отработал замерщик вот это вот поверхность вот это вот деталь должна быть вровень со стеной отдельное спасибо на самом деле проект замерщику проектировщику вот за этот уголок потому что ну вот эта стена должна быть вот этого створка заподлицо вот с этой чтобы было примыкание даже если стена кривая между ними будет щель я смогу ее аккуратненько пластиковой накладкой все это закрыть и сделать нормальный прямой переход вот здесь вот плинтуса чем теперь заказчик должен закрывать уголком который заходит сюда тогда это будет конфликтовать вот эта замечательная створка теперь посмотреть вот на этот прекрасный зазор почему шкаф нельзя было сделать на пару сантиметров выше чтобы избежать вот этой вот дыры провисающего потолка который явно показывает кривизну почему нельзя было просто сделать его на два сантиметра больше также абсолютно непонятно первое на что сразу хочется обратить внимание это опять же видимо дефекты при сборке в этом шкафу 4 створки и 4 зазора ни один из которых не похож на другой створки похожи друг на друга а зазоры не похожи вот здесь вот два с половиной миллиметра вот здесь уже ближе к пяти а главное я не знаю насколько это видно в камеру то есть вот здесь вот эта штука ездит вот так здесь эта штука упирается все створки выступают одно относительно другой все полки которые имеют шкафу по-разному себя ведут при попытке их как-то подвигать то есть вот эта полка двигается до относительно стенок это уже меньше как она так это вообще не двигается какая красота по полочкам вот здесь вот прям в упор а вот здесь вот минус два сантиметра все вот эти вот зазоры отличаются друг от друга везде остались наклейки после которых остается очень трудно смываемый клей весь шкаф это он сейчас чистый помытый почему это я его помыла потому что когда ушли сборщики я не могла понять качество шкаф он весь был особенно очень хорошо видно вот эту черную полосу вот этих опять черных точек которые есть и на шкафе купе в зале вот эта полоса она не отмывается водой она не отмывается мыльным раствором иными средствами я отмывать его то есть это не может быть полосой не там нет карандаша ничего то это какая-то краска которую делали на производство и вот это вот момент должны были на момент сдачи вот и к либо на момент когда распаковали и посмотреть а нет ли у нас каких-то дефектов то же самое мое в моем понимании наклеечки распаковали сняли наклеечку оттерли поставили полочку почему я как заказчик должен потом лазить по всему шкафу выискивать где наклеены эти наклейки их снимать оттирать вот этот клей это малая часть мусора который был мусор здесь был просто невероятное количество но это не самое интересное пойдемте туда расскажу самое интересное когда нам предъявили претензии на вот эти вот мелкие недостатки по поводу сколов вот этих черных точек которые неизвестно отмоются или нет фирма никак не отреагировала то есть для них это видимо ситуация стандартная вот и они не видят в этом проблемы и то и присутствие всех этих дефектов для них не является каким-то изрядово на выходящим то есть видимо мы все эти дефекты должны принять и простить за то что они есть и за всей этой красотой под названием линелли стоит некая резчикова елена сергеевна индивидуальный предприниматель фабрикой там даже и не пахнет но самое интересное в другом после того как заказчик увидел весь вот этот вот трэш и выкатил вот такую-то огромную претензию с фотографиями с видео вместо того чтобы прибежать сюда и все исправить извиниться и каким-то образом компенсировать свои косяки знаете что сделала резчикова елена сергеевна она же линелли я процитирую она отправила заказчику письмо следующими словами андрей добрый день напоминаю вам о необходимости внесения доплаты за изделие по договору номер 171 согласно условиям договора доплата должна была быть произведена вами 1 12 2019 в момент доставки изделий сегодня уже 0 6 а денежные средства от вас еще не получит то есть говоря простыми словами линелли вообще не волнует какие-то претензии по качеству или какие-то недовольство заказчиков и волнует только одно чтобы доплатили по договору контакт они идут плохо и ждут от нас денежных средств и после только этого они собираются нам что-то исправлять еще не все также согласно условиям договора пишет линелли ждем от вас подписанный акт выполненных работ либо четко сформулированную претензию в письменном виде то есть вот такого письма с кучей фоток и видео им недостаточно заказчик еще должен писать какие-то бумажки чтобы это письмо прочитали мне нужно еще написать письменную претензию что мои фотографии рассмотрели но готовы исправить только несколько моментов это только после того как я сделаю полную оплату а если я не сделаю полной оплаты то мне пригрозили судом я даю компании линелли ровно одну неделю для того чтобы весь этот трэш исправить если этого не будет сделано то я не поленюсь и найду как выглядит резчикова елена сергеевна а также подниму другую информацию которая касается фабрики линелли но и также обращаюсь ко всем кто упаси господи с этой компании сталкивался если с вами поступили также если вам сделали такую же продукцию если к вам также относились пишите мне на почту земс собака земс про я не поленюсь и сделаю про эту замечательную женщину еще несколько видео сделал их ровно столько сколько нужно чтобы в эту компанию никто и никогда больше не обращался и еще в качестве бонуса хочу немного сказать про проект зем скидки именно для этого он и существует чтобы люди вот в такие ситуации не попадали когда поставщики туда приходят мы стараемся их проверять и тестировать естественно это базовое тестирование но мы всегда на прямой связи любой поставщик накосячил мы реагируем моментально и со временем рано или поздно на этом проекте мы соберем действительно надежных нормальных поставщиков которым можно обращаться я заранее говорю заранее предупреждаю что они не безгрешны везде работают люди чем больше компании тем труднее следить везде есть человеческий фактор но я постараюсь собрать таких людей которые будут исправлять свои ошибки а самое главное они будут стараться их не допускать я приглашаю каждых кто хочет работать нормально не так как линель а действительно по совести кто любит свою работу кто уважает своих заказчиков приходите на мой проект зем скидки в качестве поставщиков если вы потребитель заказчик расскажите своим знакомым поставщикам об этом проекте пусть они туда приходят они получат меня бесплатное продвижение а взамен я надеюсь получить от них гарантию заверения того что они будут работать качественно а также взамен того что они не тратятся на рекламу получить для вас настоящие скидки то есть я приглашаю на этот проект всех независимо от того по какую сторону от ремонта вы находитесь будь вы заказчик исполнитель поставщик производитель приходите все на этот проект и рано или поздно путем моих трудов путем трудов отдела моего контроля качества мы соберем там действительно команду надежных поставщиков и производителей надежных исполнителей а также команду довольных заказчиков которые не переплачивают за ремонт в общем всех приглашаю на проект и не попадайтесь на такие шарашки, как Линнелли. И на этом у меня на сегодня все. С вами, как всегда, был Алексей Земсков. До новых встреч. До свидания.